Вот вы играли музыку, он играл что-то другое, я не знаю. В рёдико, вот всей этой музыки, до того, как он начинал её играть, её не было, она не существовала. А когда он вставал из инструмента, она исчезала вместе с ним навсегда. Последний раз я увидел, сидя на неразорвавшейся бомбе, сидя на бомбе, на таких размерах. Они говорят, успокаивайся до тех пор, пока у тебя в жизни не появится хорошая история, и человека, которому ты эту историю сможешь рассказать. Хоть раз на берег, а? Неужели тебе это просто неинтересно? Неужели ты не хочешь посмотреть мир? Своими глазами ты же великий человек, ты играешь как бог. Тебя бы люди носили на руках, ты бы заработал кучу денег, ты бы построил себе дом. Подожди, в виде сотый, можно в виде корабля было построить дом, ну? А что ты болтаешься как дурак в этом океане, в этой плавучей тюрьме? Ты же не дурак, а что нужно-то? Нужно-то три шага по этому толпанному трапу и все. И там для тебя в конце трапа все. Слышите, ведь все, и все. Он так внимательно смотрел на меня, молчал и смотрел. Вы знаете, мне стало не посиднее. Я вам клянусь, меня прошиб такой озноб. Я помню даже, что я задрожал от страха. Вот так. Я его однажды спросил, 900-й авт, вот о чем ты думаешь, когда играешь? Вот что ты видишь, когда так смотришь поверх рояля? Ну короче, где летает твоя душа, когда пальцы бегают по клавишам? Он мне ответил, я сегодня был в городе, где волосы у женщин благоухали, было светло и полным-полно диков. Он путешествовал, вы понимаете? И всегда оказывался в самых разных местах, то в центре Лондона, то в каком-то поясе, который мчится на равнине, то на высокой горе, где снег доходит аж до пояса, то в самой большой церкви мира, и он с читаной колонны рассматривал распятие, и, понимаете, он путешествовал. Дешево, конечно, нельзя было. Да что он вообще мог узнать о снеге, о тиграх, о церкви? Вы понимаете, он же никогда не сходил с этого города. Это же правда. Было такое ощущение, что он все видел в собственной зале. Было такое ощущение, если кто-нибудь говорил однажды, что он обел тариже, он всегда спрашивал. Гулял ли он в тех или иных садах, и обедал ли он в тех или иных кристалках? Он мог сказать, девятисотый, он мог сказать, что мне нравится там, так это встречать закат, прогуливаясь по новому мосту, а когда мимо подплывают баржи, оцениваются и, глядя на них сверху, махать ему в горе. Девятисотый, а ты был в Париже, ты? Да. Что значит «да»? То есть «нет»? Тогда… Нет, конечно, если бы все было подумать, что он сможет, но это не совсем так. Вы знаете, если вам человек с абсолютной точностью описывает, какой запах стоит летом на улице вертам сразу же после дождя, но нельзя делать вывод, что он сумасшедший только по одной идиотской причине, что на улице вертам его ни разу нет. Ну, в чьих-то сновах, ну, в чьих-то глазах он вдыхал этот запах, да, по-своему, но по-настоящему. Да, он никогда не видел мира, но все эти 27 лет мир проходил перед его глазами, и все эти 27 лет он изучал его, а вот в этом он был гений. Он умел слушать, он умел читать людей, он всегда говорил, на людях все написано, надо только прочитать. И он умел читать следы, которые оставляли на них запахи, звуки, жизненные происшествия, родная земля. Он все это читал и приводил в какую-то только ему понятную систему. Каждый день он прибавлял по маленькому кусочку к огромной карте, которая складывалась у него в голове громадной карте мира, понимаете? Всего мира, от полюса до полюса. Какие-то гигантские города и укромные местечки в барахах, длинные реки, грязные лужи, самолеты, львы. Вот че, прекрасная карта. И он парил над ней, как бог. Потом, когда садился за рояль, и когда его пальцы нежно повторяли траекторию его мелодии.